МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Средняя за неделю концентрация примесей превысила предельно допустимую концентрацию в полтора раза. Министерство финансов России спрогнозировало стабильные цены на бензин, несмотря на обвал цен на нефть. Об этом сообщится на сайте ТАСС о ссылке на замминистра финансов Алексея Сазанова. Напомним, 9 марта произошел обвал цен на нефть. Это случилось на фоне распада соглашения ОПЕК+. Россия не согласилась на дальнейшее сокращение добычи с 1 апреля на 1,5 млн баррелей. Кроме того, на цены повлияли опасения из-за распространения коронавируса. Министр энергетики России Александр Новак объяснил это тем, что в налоговой системе России работает специальный механизм, который позволяет выравнивать изменения цен на мировых рынках в стоимости топлива. Замгубернатора Азабайкали Марат Мирхайдаров встретился с генеральным директором российской компании «Вершина Девелопмент» Павлом Шевченко. В частности, обсуждались вопросы создания в регионе заводов по изготовлению пилетов. Об этом сообщается на сайте представительства правительства края при правительстве Российской Федерации. В рамках реализации проектов по развитию альтернативной энергетики на Дальнем Востоке в Чите 31 октября, напомним, торжественно открыли две первые в Забайкальском крае солнечные электростанции, которые будут интегрированы как возобновляемый ресурс в единую энергосистему страны. Объектам даны названия СЭС «Орловский ГОК» и СЭС «Балей». Минобразование Забайкальского края призывает всех забайкальцев и жителей других регионов принять участие в акции «Герои Победы» и рассказать всем истории ветеранов своих семей. Для участия в акции необходимо выложить пост с рассказом о подвиге участников Великой Отечественной, тружеников тыла на своих страницах в социальных сетях во Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм, Фейсбук с хэштегами «Герои Победы», «Герои Забайкалья», «Герои Дальнего Востока». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова